Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня день спасения. Сегодня Господь может изменить твою жизнь. И я зачитаю из Библии. Луки, Евангелие от Луки, 19 глава, 10 стих. Написано, «Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее, или найти погибшее». Знаете, очень много людей живут в осуждении, в самоосуждении. И они осуждают себя за свои ошибки, за какие-то жизненные провалы в своей жизни. Но я хочу сказать, что говорит Библия, что говорит Писание, Святое Писание говорит, Христос именно делает акцент на таких людях, которые в состоянии гибели, близкой гибели. И он пришел, чтобы найти и взыскать, найти погибшее, тех людей, кому очень плохо, которые находятся в кризисной ситуации. И, может, такие люди осуждают сами себя, и они думают, я сам виноват, я сам делал зло, это был мой выбор. Но хочу сказать, что Иисус любит тебя. Иисус любит тебя, что бы ты ни сделал, Иисус все равно любит тебя. И Иисус хочет спасти тебя от всякой тьмы, от власти дьявола над твоей жизнью. Господь, Он пришел, Его цель была, понимаете, с неба на землю пришел. Ради кого? Ради тех людей, кому тяжело. Кто находится в очень-очень печальной ситуации, к тому пришел Христос. Затем пришел Христос, за твоей жизнью. Потому что твоя жизнь дорога в очах Господа. И Господь хочет спасти тебя. Нужно просто обратиться к Нему. Обратиться к Нему искренне. Обратиться к Нему в молитве. И ты увидишь, что с этого дня твоя жизнь изменится. И все пойдет в правильное русло. Все пойдет и начнет выстраиваться правильно в твоей жизни. Если ты покаешься. Поэтому прямо сейчас прими решение покаяться. Не надо ждать завтра. Сегодня день спасения. Прямо сейчас Божья благодать и Божья любовь направлена в твою жизнь. И может быть через этот ролик Господь нашел тебя. Может быть, я не то, что может быть. Я уверен, что Бог через этот ролик хочет привести тебя сегодня, чтобы твоя жизнь изменилась. Поэтому давай вместе покаемся. Давай вместе произнесем эту молитву спасения. Повторяй за мной. Скажи, Иисус, сегодня я прихожу к Тебе. И я взываю к Тебе, я прошу, чтобы Ты простил все мои грехи. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Прости меня. Отчисти меня от всякого греха. Иисус, Ты Господь всей моей жизни. Аминь. И ты можешь еще от себя помолиться, от сердца продолжать молиться. И хочу сказать, чтобы ты ходил в Евангельскую церковь. Найди Евангельскую церковь. Я читал Библию регулярно, каждый день, потому что есть это духовный хлеб. Как физический мы хлеб кушаем, так и духовный хлеб нужно вкушать. Что нам нужно делать? Молиться, чтобы иметь общение с Богом. Чтобы от Бога получать силу для праведной жизни, правильной жизни. И, конечно же, общаться с верующими. Ведь это такое большое благословение. Я благословляю Тебя во имя Иисуса Христа. Поделись этим роликом с кем-то. И чтобы кто-то тоже получил благословение. В конце этого ролика будет пригласительно. Если ты живешь в Одессе, ты можешь прийти или слушать в Ютубе служение, которое проходит в Одессе. Во имя Иисуса Христа благословляю Тебя. Аминь. Аминь.